здравствуйте вы на моем канале это продолжение сериала блокбастера от кукса артрозника кукса артрозником сейчас будем формировать вторую часть и она начнется с того что я коснусь темы вот таких резинок у меня значит они по трем сторонам света вот здесь резинка здесь резинка и вот здесь резинка привязан значит они не очень жесткие если я не ошибаюсь там где-то маркировка от 10 до 30 килограмм но дело не в том что какие они жесткие или мягкие каждый должен подбирать по себе смысл заключается в самой задачи что мы хотим этим сделать то есть кукса артрозники большинство думают что у них проблема с суставом и работать нужно вот где-то в этом районе говорят что с ягодицами проблема но тут знаю что поясничный отдел правда вот касаются немножко поясницы и в общем то здесь у нас квадрицепс не в порядке бицепс ноги приводящий в общем мысли работают все время вокруг самого сустава а то что у нас существует мышечная связь то есть полноценная мышечная связь от пятки до затылка или от носка до носа мало кто об этом задумывается и пропускает этот очень важный момент поскольку моя интуиция спортивная подсказывает мне и подсказала чуть раньше что нужно делать я поэтому сейчас вам и показываю то есть нужно подконтрольно делать не такие не чрезмерные физические упражнения где вы будете перенапрягать свою мускулатуру а надо понимать взаимосвязь ваших мышц при каждом упражнении ну например вот во первых почему я делаю сидя сейчас я буду показывать упражнение которые будут связывать связывать неправильное слово сказал хотя может и правильно а это вращательные движения вокруг позвоночника нашего корпуса где будут работать квадратные мышцы поперечные мышцы которые относятся к мышцам пресса косые мышцы живота сам пресс будет включен в работу то есть любое вращение вот это которое будет через усилия делаться и вот такие движения потому что именно еще раз я повторяю и не устану повторять именно это все удерживает наш таз в нормальном или в ненормальном состоянии поэтому упражнения могут быть вот такие то есть я работаю на скручивание работаю с этой стороны все зависит еще от какая нога больная и как какая какая сторона ослаблена я работаю здесь на движение на скручивание то есть все это я делаю с четким осознанием того что у меня спина стоит ровно позвоночник является осью и вращаясь вокруг позвоночника делая напряжение на косые поперечные на прямые мышцы живота укрепляя их сокращая их мы начинаем работать на подтягивание таза то есть мы занимаемся правкой таза таким образом ну и дальше я показываю следующий свой инструмент который мне очень сильно нравится и вам тоже понравится конечно этот массажный ролл который всем уже известен нашумевший он очень модный сейчас и его делают с ним работают все и больные и здоровые прокатывают очень у меня у меня много видео там где показывают как с ним работать этих видео полно в ю тубе можно взять там любые названия там миофасциальный массаж рукой массажные роллы их пропагандируют их продают и так далее я не буду сейчас повторяться тратить время на то что как прокатывают там квадрицепс там латеральную мышцу приводящую мышцу это все вы можете увидеть не только у меня но и везде по ю тубу я бы остановился вот на чем то есть у кого нету возможности на фитболе прогибаться то есть очень внимательно надо понимать что сейчас я показываю упражнение не на спину сейчас я пока вы показываю растяжение на подвздошную мышцу на мышцы пресса на грудные мышцы то есть это вот когда вы ложитесь крыса забежала когда вы ложитесь и подкладываете вот крестец и расслабляйте его так ноги то вот здесь начинает подвздошная тянуть если вы так полежите минутку полторы-две то вы будете чувствовать как напряжение будет усиливаться здесь вы должны понимать что у вас больная подвздошная должны отдохнуть немножечко полежать и вот таких подходов на вот этот ролик в неподвижном положении в статичном нужно сделать пять-шесть где-то на пятом-шестом вы будете чувствовать что у вас ноги абсолютно уже не чувствует болевых ощущений что вы научились расслаблять ягодичные мышцы полностью поддаваться вот этому расслабляющему состоянию и тем самым вы потихонечку потихонечку ненавязчиво растягиваете подвздошную мышцу растягиваете мышцы живота если вы с ними работаете с прессом работаете то конечно он должен быть эластичным и вы должны его и растягивать и закачивать потому что он тянет вашу лобковую часть переднюю часть таза на себя тем самым он стабилизирует таз в данном случае вот так полежать отдохнуть и самое главное что вы здесь должны заняться некой медитации то есть когда вы так лежите вы должны свой мозг успокоить дыхание должно быть абсолютно ровным незаметным спокойным и на выдохе вы должны чувствовать как ваши мышцы все больше и больше вот эта сухожильная часть растягивается и вам становится все легче и легче то есть внутренне вы должны заглянуть закрыть глаза лучше если вы будете это делать закрытыми глазами максимально настроиться увидеть ваше вот это выгнутое бедро и эту боль начинать успокаивать через растяжение то есть надо уметь заниматься своим телом изнутри видеть его изнутри это не просто красивые слова какие-то там эзотерические мистические это реально работает и вы это почувствуете любой больной человек который 10 десяток лет болеет знает об этом свойстве организма что можно изнутри все это пронаблюдать и создать больше растяжения перейти за грань того что у вас сейчас не получается поэтому успехов в этом на этом поприще на поприще медитации это очень большая работа очень сложно и ее нужно освоить дальше я покажу вам следующий инструмент который мне очень сильно нравится вот сегодня прямо серия будет посвящена верхней части вот я сейчас показываю вам гирки которые у меня есть причем у меня гирки вот это она маленькая 6 килограмм и здесь у меня 12 10 килограмм есть у меня еще 16 килограмм но смысл в чем что сидя на жестком основании я работаю по принципу опять же вот этой мы глубокой мышечной связи которая у нас проходит от ноги до головы я работаю с больной стороной работаю на то чтобы удерживать чтобы мышцы стабилизаторы удерживали мое тело в ровном положении чтобы рука работала строго вертикально и вот здесь я занимаюсь вот таким подъемом не пытаюсь преодолеть большие веса мне не нужно работать как работают гиревики или как работают бодибилдеры с гантелей там подстегивая себя подкидывая гирю используя такое понятие как читинг то есть что в переводе на русский называется обман а здесь я работаю исключительно на на полный контроль на полный контроль своей больной стороны своей ослабленной руки которая сто процентов ослаблена можете проверить это то есть если у вас нога ослаблена то у вас вся часть по этой стороне будет ослаблена и работать на четкое движение на правильное движение для того чтобы все мышцы стабилизаторы работали кстати когда вы работаете левой рукой у вас по правой стороне длинный сгибатель вот который идет вдоль позвоночника он работает тоже как стабилизатор если вы делаете многоповторные движения вы почувствуете сразу как он там включается поэтому человеческие мышцы человека это настолько сложная система которую нужно очень то есть будешь заниматься всю жизнь и и все равно что-то будешь не понимать вот ну и соответственно если вам уже это положение удобно если вы уже можете контролировать за ровными плечами то вы уже берете более тяжелый вес и с ним работаете следите за правильным положением тела старайтесь напрягать то что вам нужно напрягать без как либо без каких либо там пыхтений сверх напряжение то есть делать нужно движение очень красиво эстетично ну и это маленькая гирька позволяет работать с различными вот такими более сложными движениями и и удерживать ваше плечо в хорошей физической форме ну и кроме этого работают мышцы стабилизаторы спины поэтому этой же гири можно хорошо работать с кистью поэтому не торопитесь брать большие веса для женщин вполне хватит двух трех килограмм для того чтобы научиться правильно поднимать руку чтобы она не заваливалась вот в таком положении куда-то там да или вот как люди поднимают еще и локоть не выпрямляют а все вы может вы должны все сложить в единую цепь и пока вы будете складывать это в единую цепь у вас уже пройдет месяца два понимать то есть поднимая правильно руку заводя правильно плечо выпрямляю локоть выстраивая правильную вертикаль это все нужно делать перед зеркалом вот но сидя мы делаем для того чтобы убрать толчковые какие-то желания там подключить ягодицы подключить там ноги для того чтобы стабилизировать движение вот мы работаем с верхней частью для того чтобы укрепить торс для того чтобы он свою очередь мог быть хорошим хорошей опорой хорошей поддержкой нашего таза все спасибо следующую серию ждем смотрим дальше будет еще наворачиваться какие-то события какие-то интересные истории и в комплексе все это вам даст понимание что нужно делать при коксартрозе они и как ну и Субтитры создавал DimaTorzok